МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ярославские туристические проекты стали лауреатами двух престижных всероссийских премий. Итоги были подведены в Москве. Итак, трапеза по-ярославски получила гран-при, а день рождения Золотого кольца занял второе место в одной из номинаций премии события России. Подвели итоги национального рейтинга развития событийного туризма. И тут Ярославль отличился тоже. Мы заняли почетное шестое место. Чем запомнится высокий туристический сезон, и главное, чем занять себя уже этой осенью. Все узнаем в эфире других новостей. Я Светлана Доброхотова, и мы начинаем. Десятки лучших для путешествий на выходные, праздники и каникулы. А еще здесь одни из самых дешевых гостиниц. Ярославль, он же столица Золотого кольца, не зря носит такое гордое звание. В этом году мы били рекорды из 44 российских рейтингов популярности у туристов, нередко обгоняя Санкт-Петербург, Москву, Казань, Сочи и другие крупные города страны. При этом за тур-сезон казна области пополнилась более чем на 17 миллионов рублей. Больше половины всех путешественников, которые участвовали в опросах, любят и мечтают посетить Ярославскую область, чтобы поучаствовать в праздничных мероприятиях. А мы умеем отмечать их, как говорится, на широкую ногу, привлекая туристов разнообразными гастрономическими изысками. Ну а чтобы не только есть и по музеям ходить, Ярославская область придумывает для туристов уникальные маршруты. И вот, пожалуйста, свежий вояж по Тутаеву. Поддерживая бренд региона, города Ярославской области разрабатывают новые городские прогулки. Да не пешком, а на двухколесном транспорте. Колесить по городу на велосипеде отправился Юрий Кораблев и оценил все красоты левого берега Града на Волге. Для прохождения нового Тутаевского маршрута мне выдали вот такой симпатичный велосипед в женском исполнении. Говорят, есть и мужские. Здесь есть 15 скоростей, два ручных тормоза, удобное мягкое сидение и багажник. Прилагается и шлем, без которого, конечно, по Тутаевским дорогам ездить будет небезопасно. Многие туристы, особенно индивидуальные туристы, экскурсанты, при посещении города, ну, торопятся посетить и иные города нашего Ярославского региона. И для того, чтобы турист сделал комплексное впечатление о нашем городе, мы решили изобрести велосипед, для того, чтобы он быстрее просто передвигался. 15 точек маршрута, и сам маршрут длится 5 часов. 5 часов 5 километров. Общая протяженность маршрута. Наверное, устать можно вот так вот. Ну, ведь маршрут часто останавливается. И тем самым мы останавливаем все объекты в показах. Экскурсовод ведет экскурсию. Обратите внимание на яркие, красочные изразцы. Конечно, она компрастирует по своему внешнему виду самим храмом. Мы эту церковь называем Покровской. Говорят, тут какая-то икона чудодейственная есть в этом храме. Да, икона очень пользуется популярностью школьников, студентов. Почему? У лиц, которые получат образование. Так как в Покровском храме икона прибавления ума. За что вы говорите? Да, и по версии, если ей молиться, то обязательно студенты задают экзамены, а школьники получат положительные оценки на учебных предметах. Вот сегодня мы были на колоколитейном заводе, где экскурсия длилась полтора часа, поэтому за это время можно и отдохнуть. Сегодня также мы посещаем объекты питания. Наш веломаршрут продолжает движение на знаменитый Кустодьевский бульвар, к месту, где я писал свои картины Борис Михайлович Кустодьев. И сейчас мы увидим наш новый теплоход, который приобрел муниципальное учреждение Центра культуры и туризма. И он также называется Борис Кустодьев. И он назвал так наш местные жители. После чего на пожарную каланчу за 25 метров над уровнем города, самая высокая точка, мы пожарную каланчу тоже взяли в прошлом году. Сам маршрут, он согласован с ГИБДД полностью, карта маршрута согласована. Вот поэтому я думаю, что он будет пользоваться популярностью. Если прелести волжского городка вам оказалось мало, добро пожаловать по другим маршрутам нашего края. Пообедать можете заехать в Бретово, там отведаем уху с молоком, щучью икру в сливках и ягодный пирог по рецепту Бретов. Гости Переславля-Залезского смогут прогуляться по Рыбацкой Слободе, маршруту, пролегающему по историческому центру города, где раньше жили любители рыбной ловли, и улов шел на Царский двор. Сразу 9 экскурсий можно посетить в Угличе, от традиционных до игрушечных. В Данилове туристы могут познакомиться с творчеством народного артиста Юрия Любимова и побывать на его исторической родине, заехать в разнообразные музеи, художественную галерею, увидеть дворянскую усадьбу. На родину российского футбола вас приглашает Гаврилов Ям. Именно здесь в 1912 году было построено первое в России футбольное поле. А вот по Ростову и Рыбинску можно прогуляться онлайн. Аудиогиды скачиваем в интернете в популярном турприложении и отправляемся рассматривать красоты древних городов. Если хотите увидеть настоящую провинцию, тогда держите путь на север, в Пашихонье. Там можно прочувствовать атмосферу уюта и покоя в неспешном ходе времени. Ну что ж, лето прошло. За это время Ярославская область приняла более миллиона 840 тысяч туристов. Но, как говорят эксперты, это не предел. Ярославская область может удивлять и осенью, и зимой. Тему продолжим с директором департамента туризма Ярославской области Юлией Рыбаковой. Юлия Львовна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы что-то такое удивительное держите в руках. Ярославская область уже готова к осени, я так понимаю, к осеннему турпотоку. Да, вот мы только что вернулись с выставки «Отдых». Это крупнейшая туристская выставка в Москве осенняя, где представляются новинки как раз осенне-зимнего периода. И регион подготовил новую полиграфическую продукцию. Мы привезли туда каталоги, листовки, календарь событий. Все оформлено уже в новом фирменном стиле. И достойно представляют наш регион туристическим операторам и туристам Москвы. Где можно найти такие путеводители? Ну, найти их можно в Центре развития туризма, который туристко-информационный пункт на вокзале нашем работает. Также мы их развезем и раздадим сейчас нашим птицам в муниципалитеты. И на выставках, также на форуме «Визит Раша», который нас ожидает в октябре месяце. Давайте про сентябрь, октябрь, ноябрь и всю нашу осень поговорим. Какими событиями будет славиться эта прекрасная пора? Ну, смотрите, у нас, конечно, наступает такой более деловой период. Осенний он славится как раз деловыми событиями. Поэтому нас ожидает в этом году наш традиционный форум «Визит Раша», который посвящен в этом году теме городского туризма. Это, на самом деле, уникальный формат получается, потому что пока городской туризм как такую рамочную тему крупного форума не брал еще никто из российских регионов. А мы, собственно, продолжая нашу миссию развития городского туризма, в этом году всю площадку форума, всю деловую программу посвящаем вот этому тренду очень мощному. Вообще городской туризм – это где-то последние 15 лет очень мощное направление развития туризма в европейских городах. Он пришел и в Россию, и в ближайшие годы он будет хорошо расти. Наши города, в общем, это достойное предложение на рынке городского туризма и под короткие поездки. Вот на форуме эксперты говорили, что продолжится процесс, собственно, что люди будут ездить чаще, но на более короткие поездки. Это как раз поездки выходного дня. И мы очень удобно расположены по отношению к мегаполисам для того, чтобы продолжать эти визиты, которые будут совмещать и деловые цели, и цели отдыха. И люди будут приезжать не просто так, а иногда семьи будут брать и возвращаться к нам на выходные. Вот, собственно... Ну, вот для этих людей нужно подготовить тур-маршруты. Один мы видели уже в Тутаеве, это вело такая экскурсия. Данилов, там тюрьму можно посетить. Да, Данилов у нас работает. Это декоративное панно. Он вдоль уютных двухэтажных зданий завершается в художественной галерее. В приподнятом настроении гости отправляются в мастерскую. О таком глубоком культурном пласте Данилова многие эксперты не подозревали. А вот эта сторона Данилов любима, она была закрыта. Все-таки больше смотрели топовые объекты. Это Переславля, Ростов. Для меня все-таки это открытие, этот город. В развитии туризма поможет и логистика. Именно на этот козырь городская администрация делает основную ставку. По трассе М-8 проезжает около трех миллионов человек в год. И также по железнодорожному, через железнодорожную станцию около трех миллионов человек в год. И если хотя бы 10% в год у нас будет посещать наш город, это уже 240 тысяч. И мы готовы встречать, удивлять, работать. А удивлять есть чем, здесь, вблизи городского центра, за деревянными воротами скрывается Даниловская тюрьма. Деревянные двери камер отправляют в одинокие коридоры. Тюремный антураж после громкой реформы отмены крепостного права сохранен. В помещениях гостей находят таблички, короткие заметки о жизни за решеткой. Кстати, они здесь тоже в первозданном виде и выводят на уличный лабиринт. Кирпич на стене, как и тюремному дворцу, больше 150 лет. Здесь, на заднем дворе, людей расстреливали. Сначала это были священнослужители, а в конце 30-х годов это были сами заключенные. Свой срок здесь отбывал и писатель Александр Солженицын. В своих воспоминаниях он пишет, нет ничего страшнее Даниловской тюрьмы. В строжающей режиме одновременно масштабное культурное просвещение безграмотных крестьян. Сюда попадали не только убийцы и воры, но и нищие, а также те, кто посмели оскорбить женщину. Нет, в 1912 году. Озеров убежал, подпилил решетку вместе с надзирателем. Все-таки они договорились, но убежал он. Он потом не возглавлял, а был вместе из лидеров по восстанию Белозеленых, когда у нас охватил Даниловский уезд и плюс Костромскую губернию, когда отряды у них насчитывали до 8 тысяч человек. После такой прогулки у гостей множество вопросов. Эксперты настаивают, Даниловская тюрьма должна возродиться, но в совершенно новом качестве. Мы хотим по образу европейских регионов. Там очень часто такие здания переоборудуют под гостиницы, гостевые дома, под разные интерактивные такие мастерские. Вот, собственно, здесь тоже интересно в Данилове, так как здесь не очень много средств размещения. Нам, конечно же, хотелось бы, чтобы здесь появился такой необычный отель с приключениями. И обязательно добавить интерактива мастер-классов по кузнечному делу. Первый из инструмент берется глава делегации. И мы по очереди, то есть то место, которое бью я, вы бьете туда. Хорошо. Наши государства не в каком-то. Какие именно объекты попадут на туристическую карту Данилова, решат эксперты. Подобные эксклюзивные программы сейчас готовят все районы области. Юлия Львовна, я так понимаю, что вас такой тур-маршрут заинтересовал. Это вот такая экскурсионная программа. Ну, меня вообще всегда интересуют программы, когда ты погружаешься в историю местных достопримечательностей, когда есть возможность погулять по городской среде и почувствовать атмосферу или гений места, условно говоря, вот именно этого малого города. Данилова, на самом деле, есть своя характерная история, свои традиции, свои истории успехов, взлётов, падений. И она, конечно же, требует особого подхода, упаковки. Она, конечно, важна с точки зрения разделения политики памяти и всё-таки политики туризма. Политика туризма, она про отдых, она про радостные события, она про вкусные истории. Вот та самая гастрономия местная, которая к Данилове, на самом деле, представлена очень неплохо. У них несколько производств местных, на которых производятся хорошие продукты. А какие, может быть, районы, вот такие подобные что-то, экскурсии, да, хотят включить в Тор-маршрут? Уже есть какие-то... Ну, сейчас потихоньку появляются фермеры. Вот даже буквально за это лето несколько фермеров к нам выходило, которые начинают думать о том, что они могут работать не только по производству продуктов, но и по приёму туристов. То есть они накопили опыт. Есть несколько фермеров, которые с такими сырами у нас работают. Есть фермеры, которые выпускают сгущённое молоко. Есть фермеры, которые работают с животными и могут показывать этих животных в качестве там, не знаю, контактного зоопарка. Мы обсуждаем с несколькими районами, на самом деле. Очень много центральных районов Ярославской области. В Переславском районе несколько фермеров. Там, кстати, в Переславском районе ещё и рестораны открываются. Новые такие с фермерскими продуктами. Поэтому тема гастрономии, конечно, будет востребована долго. Мы вот даже летний сезон посмотрели. У нас, несмотря на то, что были там спады из-за чемпионата мира, многие организованные группы в июле месяце, к сожалению, не смогли прорваться через систему безопасности, через высокую стоимость авиабилетов. И до нас не очень много доехало организованных туристов. Но есть на это осень. Да, но у нас всё равно по летнему сезону получился плюс. На самом деле мы получили плюс 30% совокупного туристского потока и плюс 10% средствах размещения. В большей степени это, конечно же, наши события, и в том числе гастрономические фестивали. Вот и Угличе поле, который прошёл, и Перноволги. И всё, что работает с гастрономией, очень привлекательно для туристов. Ну что ж, ждём плюсов уже осенью и зимой, и следующей весной. Да, и осеннюю, в общем-то, сезон мы начали тоже с того, что запустили маркет местной еды. Вот теперь у нас в ожидании, значит, Visit Russia Forum, где мы придумали несколько, на самом деле, новых форматов, в том числе и связанных с местной гастрономией. Это вот такой наш секрет или анонс, который мы, наверное, сделаем чуть позже. И у нас будет день рождения Золотого кольца в 21 ноября. Если вы помните, мы в прошлом году новую традицию золошили в этом году, в рамках Дня Золотого кольца. В том числе будет гастрономический такой проект, битва шеф-поваров, премия шеф-поваров. Спасибо вам большое за такие интересные и развернутые ответы. Юлия Рыбакова, директор департамента туризма Ярославской области, была гостем программы «День событий». О, другие новости. Но тем временем Ярославль вновь попал в топ. В этот раз мы вошли в десятку городов России для путешествий на осенние выходные. Рейтинг составлен на основе данных о бронировании отелей. Кстати, средний ценник у нас 2400 рублей за сутки. Так что пакуем чемоданы и отправляемся в Ярославль. Ну а для туристов и не только мы составили подборку ярких событий на грядущий уикенд, которые обычно мы обходим стороной. Сейчас все увидим, а пока мои коллеги из программы «День событий» уже готовы перенимать эфирную эстафету. Главная тема сегодня – добирались до работы два часа. Главная магистраль города встала в гигантскую пробку. В чем причина? Узнаем совсем скоро. Хорошего вечера. Главная магистраль. Главная магистраль.